Приветствую вас на своем канале Цветочница Оля. Мой сад находится на юге Ростовской области в городе Азове. Я хотела показать вам сегодня как красиво цветет айва, но оказывается на ночь она закрывает свои бутоны и вот так выглядят ее цветы, точнее бутоны. Днем она распускается, такие цветочки очень крупные, чем-то даже мне напоминают кувшиночки. Ну раз не удается нам посмотреть на айву, то покажу вам новинки, которые у меня за последнее время появились в саду. Вот начнем мы с вот этого морозника. Морозник очень красивый лист имеет. Это сорт Пенни Пинг. И поскольку морозники у нас это вечно зеленое растение, то зимой будет очень красиво смотреться именно его лист. Яснотка уже таким мощным ковром здесь все заплела. Клён Orange Dream я уже показывала, что сейчас он так хорошо подрос. Вот у меня еще там под скамеечкой хоста прячется от жары, которую нужно высаживать. гортензия куплена тоже недавно. Она у меня будет расти в кашпо, как и вот эта, которая у меня уже растет два года. У нее только-только появляются бутоны. Вот видно маленький. Даже не везде их еще видно, но я проверяла, они там есть. Лист красивый, такой темный. Вот здесь у меня посажен дафнофилум, который я покупала зимой. Высадила его сначала не в очень удачное место и вчера пересадила. В принципе, рос он уже с начала марта, но пришлось поменять ему местечко. Это падуб. Вариегатный сорт не знаю, тоже купила его, продавец сама не знает. Для меня это не столь важно, потому что мне главное, чтобы растение было красивое. Это Нандина. Тоже дала новый прирост. Очень красивый сорт с вариегатной листвой. А здесь у меня такой папоротниковый уголочек. Здесь более-менее теневое место. Вот когда айва распускается, и от дерева идет тень. И на заборе скоро девичий виноград все закроет. Папоротникам будет здесь комфортно летом. Сейчас-то, в принципе, еще не такое жаркое солнце. Это магония японская, сорт винтерсан, зимнее солнце. Вот такой папоротник. Промахнула мимо него сначала, полезла сюда. Вот этот папоротник мне очень нравится. И вот там у меня сидит тис на укоренении. Вот этот папоротник очень красивый. У него листья такие плотные. Называется циртомиум. Я увидела первый раз его в Сочи в фитофантазии. Такой есть там зеленый уголок. Я его даже показывала, когда была там. Есть видео на канале. И вот мне его захотелось очень. Наконец-то я нашла в прошлом году. И теперь он у меня растет. Нюленбекию вынесла тоже уже, наверное, месяц назад. Она зимовала на моем балконе прохладном. И сейчас уже поселилась в саду. А вот здесь мой страдалец лох, который рос на самом-самом санцепёке. Это первый мой лох. По незнанию я посадила его на солнце. И он там очень сильно горел. Летом сгорел, сбросил листья. Стоял такой лысый. Но вот сейчас он начал потихонечку обрастать. Я его пересадила тоже вчера. Сюда полутень солнечного места. Надеюсь, он отойдет и будет меня радовать. Скумпия, конечно же, это не новинка. Тоже растет у меня уже, наверное, какой. А, ну всего второй год я ее посадила прошлой весной. Но она растет очень быстро. Вот какую высоту взяла. Наверху тоже бутоны. И вот здесь я вижу ем цветения. В прошлом году она у меня не цвела. Вот здесь я высадила кипарисовик тупой Тедди Биа. Если я правильно сказала название, еще не выучила. Пытаюсь запомнить, но не уверена, насколько я его выучила. Вот такой красивый. Я его называю осьминог. С утра так птички хорошо поют. Карагана зацвела. Уже тоже показывала ее. Вот такой красивый очиток вырос. Барвинок тоже продолжает во все стороны расти. Вот этот вазон я, конечно, буду что-то другое сажать. Это не для будры явно. Такой шик. Эрика начинает давать новые приросты. Она уже отцветает. И вот у нее появились листочки молодые. А это еще быстрее обрастает. Тут массовые пересадки, посадки. Поэтому даже не всегда есть время что-то поснимать. А сейчас столько красивого. Все хочется и самой посмотреть, и вам показать. Кактусы тоже дают новый прирост. И бутончики скоро у них появятся. Это мой новый банан эфиопский. У него такой темный лист будет с красненькой. Калина Бульденеш распускает свои шарики. Все сильнее и сильнее. Немножко вернусь назад. Забыла показать еще одну новинку в саду. Вот, кстати, смотрите, как хорошо уже здесь отросли хосты. И вот эти все нарциссы обрежутся. А приствольный круг у черешни летом будут украшать хосты. Идем к моей новинке. Это дицентра с вот такими красными сердечками. Сорт называется Валентина. Рядом с ней растет морозник. Он уже отцвел. И вот еще один. Листочки сливаются с... Цветочки, точнее, сливаются с листочками. Их не видно даже сейчас. Они вот такие зеленые. Камнеломочка. Вот эта камнеломка у меня уже росла в саду. А вот эта новая. Посажена тоже совсем недавно. И та, и та камнеломка Аренса. Вот такие они красивые. Еще хотела показать свою анимону. Вот распустилась у меня. Точнее, сейчас на ночь закрылась. Так же, как и айва. Синяя анимона, красивая очень. Покупала я осенью клубенечки. Было написано микс, но пока вот синяя. И этот цвет мне очень нравится. Мне как раз и хотелось, чтобы была синяя. Это древовидные гортензии. На этом буду закруглять свое видео. Косты. Вот еще покажу, которые только-только начинают вылазить. Какие-то уже нарастили большие кусты. Какие-то только показались. Всем, друзья, хорошей рабочей недели. У кого не рабочая неделя, хорошего отдыха. Всем пока.